хорошо . не убирается у себя комнате покое и даже школы и не будить по утрам смотри дочь не убирает в комнате приди и и спроси почему она это не делал почему не делает что ну и нравится наркоманка от этого ну уж на наркоманка она не хочет убираться ты уже отвечаешь ты еще не узнал уже ответить тебе прикинь надо сколько с ней побеседовать чтобы ты узнала почему она не убирать все таки работа ты не знаешь ты прикинь своего ребенка очень не знаю ладно там ты себя не знаешь а ее почему-то не знаешь как я ее могу знать когда я себя тут не любит а почему ты поддерживаешь ту которая не знает себя что она тоже должна делать уже то что ты не знаешь что ты делаешь социальные рамки вот эти которые были уже придуманы до меня еще ну так что ты поддерживаешь в квартире социальные рамки это твоя квартира это твоя жизнь это твой ребенок ничего себе ты что родила для социума ребенка проба до такого вот это что надо что нельзя а так ты же алё бог что-то ты мне здесь и пунктами того прислал я даже обиделась ну просто но я захожу комнату а там пошел в школу можно не гудить а ажона типа не проспит так она же не будет ходить школу бог ты шоу здесь у нас я нужно ходить вот у меня есть какой-то интерес или вообще нет интереса как и у тебя нет интересов жизни или у нее хоть есть еще какой-то интерес к жизни и ты этот интерес хочешь убить в ней но допустим мне интереснее убирать ты узнали мне просто почему она так делает не слушая ее что это лень когда она говорит или ты придумала что это ли здесь но просто бы ты приходишь ее комнату и ты ничего пальцем не трогаешь и ты наблюдаешь какая она будет насколько она такая как ты или она имеет право быть не такой как ты неужели она должна повторяться как ты кто-то должно быть в ней такой же как тебе почему ничего ну значит супер она не убирают комнате молодец на тебя не похоже школа не встает не встает 11 лет ты говоришь все вставай сама вложись сама вставай сама когда хочешь просто тебя надо в школу идет попросишь меня тебе отводишь ли она сама и я не знаю как у вас там построена или ты придешь ты на работу и идя на работу ты ее заводишь потом сама на работу я не знаю как у вас происходило ну ты даешь собственную жизнь иногда страшно это вначале а потом она же не глупо или же будет самой страшно что кем она вырастет здесь у нее уже совсем много чего забил и сделаю зависимой и сложно будет быть отчаянником здесь поэтому она сейчас не захочет быть отчаянником потому что она будет бояться что она здесь не выживет она будет делать то что все что от нее будет зависеть она все будет стараться делать но по своим возможностям не по твоим возможностям которые ты желаешь а по своей насколько она может насколько у меня силы на этом все есть и она это будет делать понятно что у тебя сил больше ну кажется потому что телом ты выросла момент сознанием не выросла сознанием только же маленькая петли она потому что если бы ты сознание выросла то ты бы понимала что она маленькая она не ну не родил а зала здесь мудр кинга и и постепенно но это познавать жизнь постепенно будет познавать жизнь ее сознание будет постепенно постепенно познать жить так же как и твои осознание постепенно познает жизнь но ты хочешь чтобы уже это было чтобы она уже была группе не лучше пусть сама познает это конечно конечно много по-другому будет познавать потому что я-то познавала без айфонов и он не будет мешать на наоборот тогда станет осознанная она ты увидишь на тебе будет длинуться мы тебя любить потому что ты не задолбал а ты разрешаешь дети кому разрешают взрослым быть собой они начинают этих убить я с детьми баллы с ума скажу с ним я просто спал на выступить да вот еще василия дала ей свободу я вот осознаю да не успеть и телефон ну есть какая-то все равно есть какая-то вот контроль какой-то да ну вот эти вот плохое чтобы закрыть но недавно я увидела ее переписку с человеком взрослым человеком и я не знаю как реагировать говорить и не говорит не в думах просто что делать о чем переписка они хорошим а сексу для меня ну да ну я как бы понимаю что это как бы вроде . до 11 лет я личная жизнь личная жизнь ты просто должна объяснить что такое секс вообще не что такое взрослый мужчина и есть мужчины которые извращенцы можно как назвать прямым словом извращаться не могут там и 9 лет не писать и пятилетним семилетним есть такие извращенцы которые занимаются сексами с пятилетним это извращенцы настоящий поэтому это не надо просто объяснить она еще этого не понимаю это ей надо объяснить я с краю это все объясняли но без того что не умерли словами так прямо в лоб если она уже об этом пишет значит она знаю что такое сайт я знал что такое секс в третьем классе это сколько лет я не знаю и 11 ну что это такое секс все про секс уже и расскажи что секс это для зрелых девочек это еще рано и просто объяснили нет не здесь что ей кто-то другой объяснить ты мама ты не знаешь про член про письку про секс про все не бойтесь объяснять детям процесс это лучше чем кто-то им объяснить прямым текстом не говоришь не бойся что она что-то не поймёт и учатся он поймёт объяснить последствия точными такие какие могут быть не придумывая реальные последствия просто реальные новости можно прочитать с ней что случается не надо дети нравится когда им целую прямо раскрывают все вот смотри потому что потом как ты закрываешь от нее какие-то знания так она закрыта и потом не будет ходить она будет от тебя скрывать она не будет делиться ничем а так она будет тебе доверять и будет с тобой делить ты с ней полностью но все тема что тебе хочется дешево на фразу нет смерть смерть вот такая откуда ты пришла родилась член влагалище ты там родилась оттуда от эгоизма полностью все-все-все-все лучше и естественно все рассказывать чем придумывать иллюзию культ не надо деда мороза создавать день не надо бога рассказывать откуда тут он которого никто не знает что такое бог а про богом все рассказы ты можете прийти сказать расскажите мне что такое бог у меня не рассказывайте что это бог бог где-то на небе живет у меня просто объясните что такое по потом говорят о полне а что такое бог на то они говорили и будьте с ней открытой и правду с ней только габрили на нас по бой начнем правду все говорит не бойся контакт потому что ты не то разрешаешь ты разрешаешь ради того чтобы она тебя любила и уважал на тебя не обижалась а здесь правда когда ты правду говоришь начале обижается потом начинает понимать тебя а когда через ложь она закрывается все не будет или ночью да честность тяжело быть честным это вначале тяжело ты только начни говорить правду и помнишь что нож вообще-то не применяешь только ложь применять хочешь лучше замолчать и перетерпи эту ложь а потом начни говорить правду все таки про про ложь я сказала что она приемная дочь не хотелось врать поскольку чувствовала что какое-то вот не хотелось просто врать так она приемная дочь да и она немножко отдалилась после этого ты смотри ты обида когда ты говоришь что она приемная дочь но ты сказала что но отношения у тебя нету приемной дочери нет конечно не объяснил я все объяснилось что у нее другие родители как они что ты любишь как и обычно конечно сказал что моя любовь не изменится а ты пока я люблю ее как у родного можно показывать любовь а можно говорить о людьми да я и показываю iphone это любовь нет не iphone внимание какое чтобы убирала нет забота любовь и сказки на ночь продукты прогулки прогулки нежность как ты нежность выражаешь а что ты опять не поубирал да и вообще не говорю убираться в комнате и вообще я сама убираюсь а за любовь называется любовь это ты когда приходишь и не убираешь это любовь да я сейчас понимает и разрешающие жить так как она хочет это любовь и пить это пофиг тебе ты захочет туда там мотор свалка и ты гринец как у тебя красиво дали с тобой посижу просто мне так заебало это чистота у меня в комнате вот это классно здесь давай тебя подключим сегодня и она такая ты чего с тобой что-то произошло мам а ты говоришь не просто но у тебя не так как у меня любовь это где-то еще это думала что любовь это сберечь и отчего да это не любого это жили типа внимания там все уделять и ты я спрашиваю что и хочется не то что тебе хочется то что не хочется он чаще ее спрашиваю что и хочется когда я ничего не хочется от истали мне ничего не хочется давай вместе ничего не хотите и узнай почему я ни к чему не хочется когда она ничего не хочет познавать на мир и и свой-то 3 типа узнала и спасибо пожалуйста И относись к ней, как будто бы ты к себе относишься. Не как к сыну, а как к себе относишься. Потому что и к сыну ты относишься не как к себе. А просто начни относиться как к себе. Может, ты себя так узнаешь. Ты где-то увидишь, где ты себя запрещаешь что-то, когда ты будешь к ней относиться как к себе. Говори с дочкой, открывайся. Ничего не скрывает мне. Представь себе, что у тебя 11 лет, и ты делаешь какие-то вещи непонятные для себя. Подсказать некому. Ты понимаешь, что ей надо подсказать. Делай так, чтобы она тебе доверяла полностью. Каким способом ты с ней ВКонтакте, поэтому... Когда ты с ней общаешься, когда ты... Хочешь, чтобы она тебе доверяла, тогда ты ее должна спрашивать... Все ее жизненные какие-то ситуации, чтобы она доверяла тебе... Что ты не будешь ее учить как правильно. А просто будешь подсказывать, что можно сделать, но она будет делать выбор сама. Что ты ее не хочешь учить, а ты ей хочешь просто подсказать, как жить в этой жизни. Потому что ты даже не любишь учителя. А она тем более. Учитель это наш такой как враг какой-то в этом мире. А когда понимающий человек, это уже другое. Понимающий, всегда что-то подскажет, а не укажет. И когда ты ее начинаешь понимать, это ты уже... Ну, доверие вошла к ней. Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!